Девушки отдыхают Это я уже слышала, только охотилась-то я одна Это я уже слышал. Ты одна, потому что так решила Я сходила к Карсту и купила у него нити-мед Даже страшно представить, какую цену он заломил за такое оружие Ну, не дешево, но оно того стоит Возможно, скоро проверишь в деле Я не понимаю. Взрывы слышны из-за грани объятий Что мы сделаем отсюда? Будь добра. Наберись терпения, Элой Всему свое время Слушай, Раст Я все обдумала И я хочу сказать, я тебя не брошу И я... Я не буду Не буду притворяться, что ты мне чужой Элой Закон запрещает все контакты Пускай Мне все равно Ты привык следовать закону, Раст Но мне закон никогда ничего не давал Только отбирал Все, хватит с меня Элой Я обязан подчиниться Ну и пусть Я знала, что ты это скажешь Мы сделаем так Я буду приходить в тайне Меня никто не увидит Все будет хорошо Ты не будешь со мной говорить, раз Это запрещено, но я буду Это мое преступление Ты просто... Слушай Это все, что я прошу Ты хорошо все продумала Ну да Так что не переживай Решено Да Решено Солнце сядет еще не скоро Надо бы отдохнуть Верно Этой ночью спать не придется Продолжение следует... Открывают врата изгою? Иногда изгнание не отменяет Прошлых заслуг Вот тебе и закон Я ни с кем не говорил Теперь обоим надо молчать Мы покинули объятия Это настоящие Дикие края Здесь ждут угрозы Каких ты еще не встречала Вот так туша Что же это за зверь? Его прозвали Пелозубом Это новый зверь Грозный зверь Они объявились десять лет назад И погубили много воинов Жуть Иди по тропе Тут недалеко Что случилось с этой хижиной Машина Вот что Что же это за машина такая? Эту машину ты сейчас выслеживаешь А, вот как Туша рыскари Я заберу детали Будь осторожен Я заберу деталь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Разворотили весь этот дом? Сколько их было? Я привел тебя сюда не для вопросов, Элой. А чтоб ты с ним разобралась. Как с ним справиться? Это ты должна понять сама. Ты будешь охотиться в одиночку, без меня. Что бы ни случилось, я не вмешаюсь. Поняла? Ты сама по себе. Лучше скрыться. Я могу укрыться в зарослях. Посмотрим, где бы мне расставить ловушки. Чуть. Смотри. Продолжение следует... 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 Да? Какие? Когда придёт время, я буду ждать. Тогда увижу тебя там. Увидишь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 А-а-а! Алло, есть дело. Ну, пора. Ты готова? Да, вроде. Всё громче, чем я ожидала. Ты ещё не была так близко. Вблизи всё кажется больше. Скоро всё станет привычным. Как дома. Ну, не знаю. Высший матриарх Тирса поможет. Ещё вопросы? Скажи, что меня ждёт внутри? Там будут люди, праздник, танцы. Столько людей ты никогда не видела. Ни одна деревня не сравнится с этой. Это обитель высших матриархов. Центр жизни племени. Жемчужина священной земли. Погоди. Ты её полюбишь. Как я. Когда был среди них. Последние наставления будут? Нет. Ты усвоила все уроки диких краёв. Меня учил ты, а не дикие края. И вряд ли лук и копьё сильно мне там помогут. Луком и копьём ты добудешь то, в чём так нуждалось все эти годы. Ответы. Они меня точно примут? Я же говорил. Ребёнок-изгнанник может пройти инициацию. И кто выдержит, тот будет принят в стан воинов. Я помню. Не все так строго следуют закону, как ты. Верь мне, Элой. Племя знает о твоём праве. Я готова. Теперь увидимся дома? Меня там не будет, Элой. Вот. Вот, возьми. На память. Ты как будто решил попрощаться навсегда. Нет. Нет. Твоё место среди них. А я, я всегда буду изгодить. Но я же сказала, я всё продумала. Я буду приходить тайком. Это я буду нарушать закон. Не ты. Ты говорить со мной не будешь. Это привязанность ко мне обуза для тебя. Я хочу, чтобы ты стала частью племени. Ты больше не должна жить одна, Элой. Я была не одна. Ради тебя. Я ухожу туда, где ты меня не найдёшь. Да. Мы прощаемся. Нет. Нет. Я умею читать следы. Куда бы ты ни пошёл, я тебя найду. Не в этот раз. И в этот. И в любой другой. Ты его ещё увидишь. Храни тебя, Великая Мать, Элой. И тебя. Сейчас надо его отпустить. Пока. Сначала инициация. А потом я поддуплю его сэн. Поворачивай назад. Или сдохни. Выбирай. Расступитесь. В сторону. Воины, расступитесь. Пропустите её. Сердце матери открыто тебе, дитя моё. Пойдём. Большинство Нора не так грубы, как эти дурни. Вы Тирса? А кто же ещё? Идём со мной. Я ждала этого дня очень долго, Элой. Правда? О, да. Но я должна ненадолго тебя покинуть. Нужно позаботиться и о других чужаках. О других? Посланники из другого племени. Карха. Пришли посмотреть инициацию. А Нора не любит Карха. Карха? Ну, это моя проблема. Мы с тобой ещё поговорим. А пока наслаждайся праздником. О, впереди тебя поджидает старый друг. Ему не терпится тебя увидеть. Но я тут никого не знаю. Это ты ему скажи. Мы ещё поговорим. Да хранит тебя богиня. Что происходит? Ух ты, я это просто обожаю. О, как ловко. Элой, это ведь ты? Ты, подойди. Ты ведь Элой, да? Я верно запомнил твоё имя? Ты старый друг, про которого мне говорила Тирса. Мы не знакомы. Вижу, ты меня не узнаёшь. Что ж, это было давно. Я Тэп. Ты спасла меня от стада машин, когда была вдвое меньше меня. Я помню. Ты сказал спасибо. Я не забыл тебя. Надеялся вновь тебя увидеть. Вдруг придёшь на инициацию. Как видишь, охотника из меня не вышло. Я в племени работаю швецом. Делаю одежду и доспехи. Знаешь, Элой, я подготовил костюм специально для тебя. Вдруг понравится. Сколько ты хочешь? Сколько? Ничего. Считай, это благодарность за твой подвиг. Запоздалая. О, прекрасно сидит. Спасибо, Тэп. У меня никогда такого не было. Ну, а теперь есть. Этот костюм защитит тебя лучше, чем твой прежний. У всякой одежды свои преимущества. Так что приходится выбирать. Ладно, не буду тебя задерживать. Иди тогда к дому матриархов, если тебе нужна Тирс. Дом ты сразу узнаешь. Большой такой, деревянный, снаружи злобная толпа. Тирса говорила про посланников из другого племени. Да, это всех и взбесило. Карха вступили на нашу священную землю впервые за годы. Будут швыряться помидорами, а то и камнями. Надеюсь, что не копьями. Ну, в общем, будь готова. КОНЕЦ Пора вы забыть о печали при заботах. Пышет кокосная кожа. Яр, слезай оттуда! Мало того, что напился, теперь еще и по домам лазаешь. Вот ведь баланс. Каждый год одно и то же. Хорошо, как на тропу испытания не полезно. Слушайте и запоминайте. Вы будете повторять мои слова, когда меня не станет. Это удар великой мати очень ровно. Вначале, великая мать родила все живое. Люди, машины, звери. Все это ее дети. Они мирно жили, бог бог, в ее теплых объятиях. Но появились недовольные. Им было мало ее даров. Им хотелось большего. То были безбожники. Машины посулили, что станут им служить. Что подарит им новый мир, лучше того, который сотворила великая мать. Мир из железа. Они обещали безбожникам, что будут делать за них все. Кормить их, укрывать их. Они сулили им легкую жизнь. Изобилие. И безбожники ушли вслед за машинами. Только истинные дети, матери и отцы Нора, остались с великой богиней. Поначалу машины держали свои слова. Они построили города, великие и ужасные, памятники их грехам. Но их служба продлилась не голодом. Среди них появился король. Машины. Хэлло, иди сюда. Карст? Что ты тут делаешь? Тихо. Мы с тобой незнакомые. Мне же нельзя торговать с изгоями. Ты, честно, не забыла? Как я могла. И как мило, что ты со мной говоришь. Ну, не надо так. Ты же знаешь, я буду завтра за тебя болеть. И полюбуюсь на их рожи после твоей победы. Если тебе что-то еще нужно из припасов, обращайся. Ты... в сердце матери? Думала, ты сюда не ходишь. Человек не может все время пить в одиночестве. Честно говоря, мне иногда не хватает общения. Вот, признался. Уж не суди строго. Не буду, если... сделаешь скидку. Да ты совсем... Я шучу, Карст. Рада встрече. Давай без этого. Ну ладно, мне пора. Удачи тебе завтра, Элой. Скоро мы благословим инициацию. Но прежде воздадим честь гостям. Уже два года держится мир между нами и Карпан. Пришла пора наладить торговлю с Меридианом. Эти посланники прибыли к нам для укрепления мира. Мир. Какой мир? Выражение благодарности. Написано по королю Солнца Авата. Убийцы и завадёры! Эй, эй! Его святозадность... Закинайтесь вы! Люди Нора, подождите! Я Азерам, не Карха. Так что скажу прямо. Прежний король Солнца был редко мерзой. Правда! Этот изверг угонял людей из моего племени так же, как из вашего. Мою родную сестру угнали. Я ненавидел Карха. Но тринадцатый король убит. Уж два года как. Кто его убил? Четырнадцатый. Да. И не потому, что рвался к власти, а потому, что кто-то должен был положить конец этим злодействам. Да! Послание, которое привёз бедный жрец, это извинение. Из уст четырнадцатого короля. Пожалуйста. Ну, дайте ему сказать. Спасибо. Выражение благодарности. Написанное рукой короля Солнца Авбада. Его святозарности четырнадцатого монарха. Мой фильм у нас им члены Воркин. Он из гостей? Обнаружено неизвестное устройство? Это что такое? Мой фильм у нас им члены Воркин. Такой же, как у меня. Я впервые встречаю кого-то, у кого есть визор. Где ты его взял? Что? Откуда? У тебя это устройство. Это невозможно. Ваше племя боится древних руин. До смерти. С чего ты взял, что я боюсь? Ну, видимо, нет. Расшаришься в руинах Железного Мира. Что с тобой? Извини. Просто сбой. Олин, уже с местными знакомишься? Я сейчас приду. Стой. Нет. Все потом. Идти надо. Оу. Похмелье у него сильнее, чем я думал. Эй. У тебя такая же побрякушка, как у Олина. С каких пор они вошли в моду? Его зовут Олин? Кто он? И где он взял такую штуку? Да он обычный собиратель. Просто со связями. Ищет артефакты, а потом пропивает их. Или проигрывает. А побрякушка? Ну, откопал ее где-то. А потом нацепил это старье на голову. Не обижайся. Тебе она идет. Расскажи мне об Олине. Он такой интересный. Я начинаю ревновать. Ну, он шарит по руинам. Выкапывает старье и сбывает его знати. Ориентируется неплохо. Вот поэтому он и возглавляет нашу экспедицию. Мы знакомы пару лет. Он верный товарищ. Любит семью. С ним можно выпить. Он мне по душе. А больше и сказать ничего. Я первый раз вижу такие доспехи. Ты не видела броню авангарда? Сейчас познакомлю. Кольцевые замки, ударопрочные. Настолько, что пила зуб подавится. Авангард. Это лучшие воины короля солнца. Мы все душегубы и победители машин. Даже воительницу племени Нора можем завалить, если что. С таким грузом железа на плечах? Вряд ли. Да, как сказать. На мой взгляд, мы с тобой друг друга стоим. Расскажи мне про Олина. Ориентируется неплохо. Вот поэтому он и возглавляет нашу экспедицию. Мы знакомы пару лет. Он верный товарищ. Любит семью. С ним можно выпить. Он мне по душе. А больше и сказать нечего. Твоего друга чуть не закидали гнилыми фруктами. Но ты всех угомонил. Ну да. Сам этому удивился. Нора до сих пор злый на карха из-за красных набегов. И неудивительно. Мне пора на благословение. Да. Слушай, может мне не стоит это говорить, но я вижу, тебе не место в этом захолустье. Ты же умная. Ты хороший боец. Ну и вообще. Посмотри на себя. А ты о чем вообще? Ты знаешь о чем. Будешь в Меридиане, разыщи меня. Все расскажу. Представлю кому надо. Сможешь начать новую жизнь. Даже с сестрой тебя познакомлю. У нее связей больше, чем у меня. Ты же сказал, Безумный Король ее забрал и убил. Ха! Забрал? Да. Убил? Нет. Мою Эрзу так просто не прирежешь. Она сбежала. И теперь командует Авангардом. Это целая история. Может расскажу как-нибудь за стаканчиком. В общем, мне тоже пора на благословение. Ну, еще увидимся. Да? Баст, баст, баст. А как же Вауна? Она сильная. Ее жилой причет кровь в вождя. Мы начнем благословение, когда все займут свои места. Элуй, становись вон туда, дитя. Молитвенный фонарь твой. Я его сделала. Молитвенный фонарь, сделанный вашей матерью. Зажгите его в ее честь. В честь Раста. За все, что он для меня сделал. Великая Мать, пусть услышь нашу молитву, что я из дитя, как невоплощенная мечта матери. Маленький огонек, парящий над землей, в дыхании ветра. Он будет плыть по небу, пока ты газы не попадет. Так, от одного к другому, передаются огусы любви. Вон Олень. У меня есть к нему вопросы. Вызвала сюда этих кровожадных, противных кадров. Честные слова.